Разобраться предстоит еще в одном вопросе, литературном. В Москве, в архиве Горького, обнаружена рукопись Максима Богдановича. А это уже сенсация. Во-первых, потому что великий поэт прожил всего 25 лет. А во-вторых, его архив 14 папок утерян во Вторую мировую войну. Ранее неизвестная легия – авторский перевод на русский из белорусского оригинала. Его еще предстоит найти. А пока сравнительное исследование только в субботнем выпуске. Шиток – это практика для Максима Богдановича. У фондах литературного музея Максима Богдановича заховывается рукописный шиток «Зеленя». Тая ж самая линеечка, та ж самая система. У шитку, який знайден в Москве, заховывается 8 вершов. З их 7 вершов были нам вядомые. Есть подобное написание литер, например, «У», «Б». Есть у Максима Богдановича такая манера литерку «Д» писать с хвостиком изверху. И снизу. Конечно, самое главное, что Максим Богданович написан на початку шитка, а о конце мы бачим М. Богданович. Мы ведаем, что минавито таким чином Максим Богданович подписывал многие свои верши. Сборник венок вышел в 13-м годе. Русскомолные варианты изъявляются после выхода венка, то есть так само 13-14 год. Поэт первым в национальной литературе использовал жанр эллигический дистих – страфу из двух нерифмованных строк. Московский артефакт пока 64-й в мире от руки Богдановича. Это включая подписи на всевозможных бланках. Кстати, сейчас в Минском музее проходит выставка автографов лирика. Представленный так называемый «Интимный дневник» 1915 года. Раритет показывают крайне редко.